Анонимность – право человека, официально признанное ООН. Несмотря на столь громкий статус, для обывателя слово «анонимность» ассоциируется исключительно с криминалом. Скрытые сети, которые являются передовым инструментом анонимности, речь о Даркнете, в массовом сознании также считаются прерогативой противозаконных действий. Что бы ни говорили СМИ, потребность в анонимности хотя бы изредка появляется в жизни любого человека. Если вы не согласны, подумайте, почему большим спросом пользуются инструменты ТОР и ВПН, почему наш соотечественник семь раз задумывается перед тем, как постить оппозиционное размышление в социальных сетях, и в конце концов, почему в некоторых сервисах, которые не требуют привязку к номеру телефона, вы с удовольствием его не привязываете. Любое серьезное рассуждение об анонимности упирается в вопрос анонимного перевода денежных средств. Жулики старой школы вспомнят о банковские переводы на подставных лиц, нынешние любители запрещенных веществ упомянут биткоин, а более продвинутые юзеры расскажут о других криптовалютах. В нашем рассуждении мы заденем эти темы и логически объединим их вместе. Во главе любой криптовалюты стоит алгоритм цифровой подписи, который обеспечивает достоверность информации о переводах внутри сети при нулевом уровне доверия другим участникам. Цифровая подпись – это криптографический алгоритм, который подразумевает наличие у пользователя двух ключей – публичного и приватного. Приватным ключом подписывается информация, после чего посредством публичного ключа, который свободно распространяется для всех желающих, подпись может быть проверена. Ключ и сама подпись представляют из себя небольшой набор байт. Если проверка подписи окажется неудачной, нужно полагать, что сообщение подделано, либо повреждено, то есть не заслуживает доверия в любом случае. В контексте криптовалюты цифровая подпись позволяет каждому участнику сети быть уверенным в совершаемых переводах при полном отсутствии централизованного контролирующего органа. То есть, если абонент А пересылает абоненту Б некую сумму, в конечном счете вся сеть уверена в том, что пользователь А это сделал. Каждый перевод внутри криптовалютной сети помещается в блок, который содержит не только информацию о транзакциях, но и служебную информацию, играющую важную роль в целостности сети. Блоки создают майнеры – участники, предоставляющие остальным пользователям свои вычислительные мощности, которые обеспечивают функционирование сети. Смайненные блоки формируют цепочку – блокчейн. За каждый вычисленный блок майнер получает вознаграждение, сумму, прописанную в программном коде криптовалюты, а также комиссионные сборы с переводов, которые попали в его блок. Благодаря тому, что с каждым блоком рождается новая монета, общее количество монет растет. Перед включением транзакции в блок майнер проверяет ее истинность. Просматривает часть блокчейна, в которой фигурирует пополнение баланса отправителя, чтобы убедиться, что в его распоряжении была необходимая сумма. В противном случае, даже при удачном стечении обстоятельств, блок будет откинут остальными участниками сети, и ресурсы, потраченные на майнинг, уйдут впустую. Чтобы увериться в действительности полученной транзакции, как правило, дожидаются нескольких подтверждений, которые означают, что блок, который содержит информацию о переводе средств, был принят другими майнерами, и они включили его в свой блокчейн, к которому уже добавляются новые блоки. Несмотря на то, что цена одного биткоина на биржах уже давно пробила отметку в 4 миллиона рублей, фактически его цена ничем не подкреплена. Впрочем, цена других криптовалют также носит исключительно спекулятивный характер. Чем больше спрос, тем выше цена, но все крайне непостоянно. Очевидно, что настроение криптовалютных брокеров сильно зависит от любой новости, хоть как-то связанной с темой. Сегодня у вас может быть криптовалюты на 1000 рублей, а завтра из-за запрета криптовалютных операций в Китае ваша сумма превращается в 500 рублей. Ничего не поделать, курс упал. С таким же успехом, с другой стороны, случается не только падение курса, но и рост. Фактически вся криптовалюта – это некоторый объем информации на жестких дисках майнеров и других участников сети, которые синхронизируют свой локальный блокчейн с общим. Средняя транзакция весит несколько килобайт, поэтому какое-то время после запуска криптовалюты ее блокчейн будет целиком помещаться даже на домашнем компьютере. Самое дорогое в криптовалютном удовольствии – оплата электроэнергии и покупка мощного вычислительного оборудования. Курсы талонной криптовалюты, которые регулируются исключительно сообществом без какого-либо вмешательства централизованных структур, не может быть постоянным. В силу волатильности криптовалюта плохо подходит для хранения денежных средств. Разве что вы инвестор, который верит, что завтра все не рухнет из-за какой-то новости и играете в долгосрочной перспективе, потирая потные от жадности и напряжения ладошки. В бытовом применении криптовалюта является транзитной инстанцией, которую получают в эквиваленте фиатной валюты, например, в пересчете на рубли или доллары, а вскоре после получения выменивают обратно на реальные деньги. Если вы встретите криптовалюту, курс которой магическим образом всегда находятся на одном уровне, знайте, что это лишь второсортное поделие, лживыми, нующие себя криптовалютой. Фактически такая монета является цифровым воплощением любого актива, над которым властна небольшая группа лиц, обеспечивающая его ценность, как какие-нибудь акции или билеты Банка России. Именно волатильность криптовалюты, то есть ее нестабильная цена, делает ее фактически непригодной для ввода в оборот в качестве государственной валюты. Вы же не хотите проснуться и узнать, что сегодня вашей зарплаты не хватит даже на покупку туалетной бумаги. Можно порассуждать о единой всемирной криптовалюте, которая выступит в качестве глобального платежного средства, но откинем эти влажные фантазии. Реальная экономика не устоит на видеокартах майнинговых ферм. И эта тема выходит за рамки данного видео. Механизм цифровых децентрализованных платежных средств не подразумевает опции перевода по номеру телефона или имени получателя, так как вся работа криптовалюты стоит не на юридических договоренностях, а на криптографии. Владение криптовалютой означает обладание набором ключей, которые суммарно составляют несколько килобайт. Для непосвященных людей это просто маленький файл, благодаря которому приложение криптокошелька открывает нужный счет и позволяет осуществлять переводы. Биткоин, первая и самая популярная криптовалюта, не имеет реальных идентификаторов получателя и отправителя. Однако считается неанонимной. Каждая транзакция видна всем участникам сети, так как включена в общий блокчейн. Любой перевод внутри сети биткоина является кратким описанием с какого, на какой счет и в каком количестве переданы средства. Эта специфика делает транзакции в сети биткоина крайне уязвимыми перед анализом. Зная номер счета, можно увидеть как источник поступления средств на него, так и адреса, на которые затем средства были отправлены. Для обеспечения приватности настоятельно рекомендуется получать каждый платеж на новый адрес. В отличие от банковской карты с фиксированным номером, биткоин-кошелек может генерировать практически неограниченное количество адресов. Однако, даже такая мера не обеспечивает исчерпывающую приватность, потому что при анализе блокчейна любой желающий видит все адреса кошельков, средства с которых отправляются куда-то дальше. Это означает, что пользователь скомпрометирует себя, если отправят накопленные средства одной крупной транзакцией, так как этот перевод будет содержать все его прежние адреса. Немалым спросом пользуются миксеры – сервисы, занимающиеся запутыванием источника средств. Принцип их работы прост. Миксер получает от клиента крупную сумму, производит с ней большое количество транзакций, разделяя на более мелкие и сложно отслеживаемые куски, а затем вывозит обратно на адрес клиента. Если миксер переведет всю сумму целиком на один адрес, это сделает его работу практически бесполезной, так как при анализе блокчейна весьма легко сопоставить растворение крупной суммы в мелких транзакциях, а потом вновь ее материализацию на новом адресе. Прозрачность блокчейна – сильный урон по приватности платежей пользователей. Это поняли практически сразу после выхода биткоина в массы, поэтому сегодня существуют и множатся различные криптовалюты, в архитектурной основе которых лежит приватность пользователей. Самая видная и активно поддерживаемая из подобных – манера. Эта криптовалюта использует так называемый механизм круговой подписи, который сохраняет гарантию достоверности транзакций, но и обеспечивает анонимность благодаря эффекту, который сравним с действием криптовалютного миксера. Анализируя блокчейн манера, практически невозможно сопоставить отправителя и получателя. При желании вы можете узнать подробные детали технической реализации манера и других криптовалютных алгоритмов из открытых источников, а также найти тонну холиваров о том, что приватнее и что сделано майором, чтобы поймать всех анонов и тебя в том числе. На этом можно было бы остановиться, если манеры или другие анонимные платежные средства принимались в обычных магазинах. Но это не так. За манера хлеб не купишь. Мы подошли к критически важной теме, которой многие люди не уделяют должного внимания. Обмен криптовалюты на реальные деньги. Именно на этом этапе находится самое уязвимое место приватности любого пользователя криптовалюты. До некоторых пор самым популярным решением для обмена криптовалюты на реальные деньги и наоборот были криптобиржи. Однако в конце 2010-х годов, в начале 2020-х весь мир, российское правительство в том числе, озадачились контролем за оборотом криптовалюты. Игнорировать такой инструмент было больше нельзя. Все признали ценность виртуальных активов, а затем началась череда законов, направленных на ограничение криптовалютного оборота, так как криптовалюта активно используется криминальными элементами. С тех пор все крупные криптобиржи в обязательном порядке подтверждают личность пользователей, осуществляющих манипуляции с криптовалютой. Также это явление известно как обязательная верификация. Хлебное место пусто не бывает, поэтому сразу после оттока аудитории от официальных бирж активизировались многочисленные онлайн-обменники. Как правило, такие ресурсы работают без официальной регистрации в каком-либо государстве и не требуют верификации клиентов в угоду законодательства. Очевиден большой риск мошенничества, так как для получения средств вы первыми должны произвести платеж по реквизитам обменника. Для минимизации риска можно пользоваться агрегаторами криптовалютных обменников. Механика их работы заключается в том, что при выборе нужной пары валют вы получаете список подходящих обменников. Вверх списка попадают позиции с самым лучшим курсом. Также для каждого обменника предоставляется статистика в виде общего количества отзывов с указанием их негативной части. Это мотивирует обменные сервисы на добросовестную работу и позволяет пользователям найти относительно надежный онлайн-обменник за одну-две минуты. Подобные обменники являются удобным инструментом, однако надо учесть, что работая по-серому, обменник наверняка отправляет на ваш счет рубли не с самым светлым прошлым. А судя по последним новостям, государство делает многое, чтобы мечты госпожи Яровой и ее подруг стали явью. Например, в ноябре 2020 года Минфин предложил лишать свободы за недекларирование криптовалют, а в сентябре 2021 года Центробанк внес транзакции с обменниками криптовалют в рекомендации к блокировке карт и счетов. За сутки совершаются многие тысячи криптовалютных операций, а нелегальные обменники, дабы избежать потери средств, регулярно меняют свои платежные реквизиты и не держат большие суммы в одном месте. В силу этого нынешние попытки регуляторов как-то огородить граждан от недекларированных богатств навряд ли увенчаются громким успехом. Криптовалютный рынок, как биржевые игроки, так и моментальные обменники, очень активное и бурно развивающееся сообщество. Говоря о паранойе, которая присуща всем ценителям свободы, надо принять во внимание факт необходимого доверия криптовалютным обменникам. Никто не может гарантировать их добросовестность в отношении клиентов. Если допустить, что часть популярных обменных сервисов подконтрольна всякого рода злоумышленникам и ведет подробные логи, то есть записывает номера криптовалютных счетов, суммы, даты, адреса конечных банковских реквизитов и прочую информацию, предоставляемую пользователями, то в конечном счете на каждого завсегдатая цифровых активов накопится хорошее портфолио. Как правило, при обменной операции указывается адрес электронной почты, а некоторые сервисы требуют еще и номер телефона. Вкупе с неизменяемыми конечными реквизитами, на которые пользователь получает средства, это будет отличная выписка для личного дела. Из этого рассуждения следует, что для сохранения анонимности при использовании криптовалют на регулярной основе, во-первых, нужно присматриваться к обменникам, которые не проявляют чрезмерный интерес к персональным данным клиентов, то есть хотя бы не требуют номер телефона. Во-вторых, не использовать постоянно один и тот же обменник. В-третьих, максимально часто менять свои реквизиты, информация о которых выдается обменным сервисом. Человек, незнакомый с темой криптовалют, теряется от мысли, а с чего начать? Сначала все приходят к аккаунтам на биржах и обменниках, которые позволяют хранить, получать и отправлять криптовалюту с внутреннего кошелька. Если вы один из активных пользователей подобного сервиса, спешу вас отрезвить. Кошелек на каком-то сайте – это вовсе не ваш кошелек. История помнит немало случаев, когда криптовалютные ресурсы в одночасье пропадали, растворяя в неизвестности весь капитал доверчивых пользователей. Владельцем криптовалютного кошелька является тот, кто владеет набором криптографических ключей. Пароль от профиля на сайте явно не дотягивает под это определение собственности. Чтобы встать на путь джедая, необходимо вникнуть в тему кошельков. Популярные решения распространенных монет, как правило, идут навстречу подобному энтузиазму. Например, официальный кошелек Манера умеет работать без загрузки всего блокчейна на компьютер пользователя, при этом сохраняя необходимую секретность ключей и предоставляя симпатичный интерфейс. Естественно, ни о какой привязке к электронной почте и более того, к номеру телефона, не говоря уже о паспортных данных, речи быть не может. Официальный кошелек Биткоин не может похвастаться подобным удобством, но альтернативный клиент с открытым исходным кодом и десятилетней историей может. Электрум предоставляет полное управление кошельком, быстрый доступ к сети Биткоина через публичные узлы и интуитивно понятный интерфейс. В общем, лучшее решение для начала работы с Биткоином, который в мире криптовалют, что-то вроде доллара, через который конвертируется все. Приложение криптокошелька требует установки пароля, но данный пароль является всего лишь ключом шифрования для локального файла с основными ключами. После создания кошелька первым делом разберитесь в вопросе его резервного копирования. Это интуитивно понятная операция с парой кнопок, пренебрежение, которое может сыграть злую шутку. Возможно, вы безвозвратно утратите доступ к кошельку. Альтернативой является ситфраза, так называемая мнемоническая фраза, которая представляет из себя предложение из пары десятков слов. Мнемоническая фраза в человекочитаемом виде содержит основной криптографический ключ и является средством полного восстановления доступа к кошельку. Ее опасность заключается в том, что при попадании в руки злоумышленника она предоставит полный доступ к вашему счету без надобности ввода пароля. Паролем защищается только файл на локальном диске. Возможно, это покажется вам странным, что некоторым сочетанием слов можно восстановить ваш кошелек, который вы скрупулезно прятали, защищая хорошим паролем. С другой стороны, если вы потеряете свой зашифрованный файл кошелька, мнемоническая фраза здорово вам поможет. Безусловно, сохранить мнемоническую фразу важно, но сделать это надо с максимальной щепетильностью. Во-первых, рекомендуется использовать бумажный носитель, а не цифровой, который можно украсть, находясь за тысячи и тысячи километров от вас. Во-вторых, это должен быть не легкодоступный блокнот, а нечто, доступ к которому даже для вас требует некоторых усилий. Например, банковская ячейка, тайник в доме родителей, в конце концов, зарытый в лесу схрон. Но здесь, возможно, я перегибаю. Квинтэссенция данного видео заключается в том, что криптовалюта вовсе не панацея для анонимности, но отличный инструмент в умелых руках, который поможет и деньги получить, и анонимным остаться. Помните, что в первую очередь нужно исходить из своих потребностей и способностей. Халатность в профессиональном подходе хуже дилетантства. В слову о криптовалютах можете закинуть мне пару копеек, чтобы видео выходили чаще.